Итак, сегодня наступил день Х, 26 ноября 2019 года, день когда российский фондовый рынок остановился. Почему? Ну потому что ребалансировка проходит сегодня и уводит из российского фондового рынка, по некоторым данным, 800 миллионов, дефис 1 миллиард долларов. Короче, в чем смысл? Я сейчас хотел бы непосредственно рассказать про ФосАгро, именно тот аспект, что эта компания не просто защитная, это компания, которая просто альтернатива во времена лихолетия на фондовых рынках. Смотрите, вот начнем с того, что почему он рос, капитализация эта компания росла с 2014 по 2015 года, когда был в России, в российский кризис. Вот этот период времени, все просто, потому что доллар рос вместе с капитализацией данной компании, точнее даже капитализация данной компании росла вместе с долларом. Стоит понимать то, что ФосАгро, она является поставщиком химической продукции по сельскому хозяйству непосредственно в разные страны мира. Это Индия, это Китай, это Латинская Америка, причем экспансии, натуральная экспансия. Просто ФосАгро теперь отжимает рынки в тех странах и занимает в них одно из лидирующих мест. Я просто смотрел вчера статистику по данному эмитенту и я просто, мягко говоря, офигеваю. А вот те люди, которые в России говорят, что в России никакого производства нет, господа и дамы, в России еще какое производство? В России создают такие аспекты, связанные с сельским хозяйством, газовый сектор, IT-сектор, нефтяной и прочее. Так что Россия ни в коем случае не отстает от мира всего. Она тоже занимается и поставками, и производством разных родов товаров. И вот смотрите, в чем факт, когда, к примеру говоря, когда на фондовых рынках начнется натуральное лихолетие, а это, я полагаю, после того, как свернут КУЕ именно количество смягчений со стороны центральных банков США, Японии и ЕЦБ, первый момент необходимо понимать одно, что фонды в рынке будут падать. Вместе с ним будет расти валюта доллар и евро. На фоне чего, я полагаю, что ФосАгро вместе с ним пойдет стремительно расти. Это, знаете, как можно привести корреляцию с полюс золота и золотом. Когда наступает лихолетие, полюс золота всегда растет, потому что толпа в него бежит, как в защитный актив. А почему растет? Потому что он занимается золотодобычей, ну и определенными аспектами по золотопромышленной сфере. На фоне чего его капитализация, повторяюсь, растет? То же самое и с ФосАгро. Она коррелирует с Баксом. Бакс растет, растет капитализация ФосАгро. Поэтому это как самый настоящий защитный актив. И при этом хочу отметить тот факт еще, что приближенные лица к Владимиру Путину покупали эту акцию по 3270. Ну вот где-то в этом диапазоне они покупали приближенные лица к Владимиру Путину. Где-то вот примерно здесь. 3,150, 3,270. Вот что-то такое было. Вот, если покупают уж они, то они не берут такие акции ради какой-либо спекуляции. Нет, ни в коем случае. Они покупают их на перспективу. И перспектива по ФосАгро, я полагаю, она крайне весомая. Потому что если опираться на фундаментал этой компании, еще на то, что она является, по сути, защитным активом. И опять же, если смотреть на то, что здесь идет самое натуральное накопление, вот здесь, видите, уже несколько лет оно идет. То я просто, я, конечно, не беру на себя, как говорится, роль какого-то мессии, там, какую-то такую мега ответственность. Но я сейчас выскажу свое мнение о том, что эта компания, эта компания, она в скором времени пойдет вверх. Просто вот то, что я вчера брал, да, и я, как понял, тоже брали некоторые наши другие вот товарищи, которые вот с нашей подписчиками непосредственно нашего канала, Саймонов Биржевик. Они тоже брали ФосАгро и просто, как говорится, давайте на доверительном, как говорится, слове. Акцентируемся в том аспекте, то, что любая манипуляция ФосАгро вниз, вот типа вот этой свечи, да, это манипуляция. Просто манипуляция. Это не поход вниз, потому что ФосАгро сейчас, она заработала за 19-й год больше, чем за 18-й. И на фоне чего дивиденды уже по итогам 19-го года, я думаю, будут намного выше, чем по итогам 18-го года. То есть они хоть и согласовали дивиденды непосредственно за первый квартал 20-го года, 48 рублей за акцию, 2% прибыли, да, ну, доходности. Но за следующий квартал, там, это летние кварталы, да, там, июнь, июль и октябрь. Я думаю, тут все равно дивиденд на акцию будет выше, чем ожидание, указанное здесь. Потому что сейчас непосредственно все говорит за то, что прибыль-то компании выросла, значит, необходимо куда-то распределять эту прибыль. На погашение долгов это естественно. Плюс какая-то часть прибыли ходит под баланс компании. Тоже, естественно. На издержки в виде зарплат, естественно. Но при этом остается также еще свободный денежный поток, который распределяется непосредственно на дивидендные выплаты также. Это как бы привилегия, скажем так, для компании в такое вот время, ну, в такое вот время. Поэтому я не удивлюсь, если эта компания будет, там, через год, два, три, может, там, четыре года, к примеру говоря, стоить уже не, там, две с половиной тысячи рублей, ну, не две, четыре, шесть, а где-нибудь пять тысяч за акцию. Где-нибудь здесь. Не удивлюсь, потому что в этой компании потенциал бешеный и, повторяюсь, экспансия на внешние рынки просто дикая в этой компании. Особенно на Латинскую Америку и на африканские страны. Это просто дикость. Это, 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 это жесть, конечно. Это да. Это, это, это реально плюс к тому, то, что прибыль компании будет, наоборот, наращиваться. И это позитив для нас, как для акционеров. Плюс еще дивиденды, значит, будут они расти. А чем выше дивиденды в любом эмитенте, тем выше ее рыночная стоимость. Потому что будет наплыв спекулятов. И вот то, что мы сейчас сделаем в этой компании, то, что мы покупаем сейчас ее, это нам зачетится потом в будущем плюсом. К примеру, в случае возврата компании на нижнюю грань боковика 2270, я, лично я, готов покупать эту компанию до 20% от капитала. Серьезно говорю. Непосредственно, я даже готов Газпром в инвесткапитале его половину распродать. Ну, там какую-то, может, часть. И даже из спекулятивного капитала я готов выделить еще деньги, непосредственно для покупки Фосагра. Потому что, как лично по мне сейчас, Фосагра, это как Газпром по 150. Вот Фосагра по 2,4,6, это как Газпром по 150 рублей за акцию. Просто вам такая, как аналогия, как говорится, пища для ума. Поэтому в случае прихода на нижнюю грань боковика, здесь просто выкупать можно, ну, как пить дать. Потому что боковик здесь продолжительный. И любой поход вниз, это сбивание стопов, спекулянтов. Видите? Вот, сбили стоп, сбили стоп, и вот сбивали еще стопы. Плюс еще стопы вот здесь сбивали. Поэтому любой поход вниз, он расценится как манипуляция. Ну, про Фосагра, я думаю, понятно. Первый момент, еще раз. Прибыль за 2019 год радикально выросла по отношению с 2018. Просто я вам сейчас приведу, к примеру, РСБУ. По МСФО тоже она выросла. Смотрите, РСБУ больше, вот, накоплением, да? Ну, так вообще даже за 2018 год, конечно, дико выросла. По МСФО, тем более, за два квартала компания заработала больше, чем за весь 2018 год. Видите? То есть даже сейчас, по сути, и вот, к примеру, МСФО, который вчера вышел по Фосагра, я тут из нашего телеграм-канала, то, что я постил. Сейчас ее итоговая прибыль за 9 месяцев составляет 42 миллиарда 707 миллионов рублей. То есть она выросла за 9 месяцев, 19 года, в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. То, о чем я говорил. То есть вот здесь, за третий квартал, да, вот, то, что пока не написали, вот здесь, да, по итогам уже 2019 года 42,5 миллиарда. А это в 2 раза больше, чем за 2018 год, извините меня, по годовой прибыли. Поэтому компания, это просто дикий жирный плюс. Ну, про Фосагра, думаю, все понятно. Теперь давайте про ребалансировку MSI, то, что сегодня вот из российского рынка непосредственно 800 миллионов, дефис, 1 миллиард долларов, насколько я помню. Смотрите, в чем факт. Вот, к примеру, если посмотреть из Северстали, сегодня выводят деньги, уже начинает процесс вывода, уже вот сейчас. Основной трэш будет на пост-аукционе 1840-1845 сегодня. Вот, видите, то, что сегодня Северсталь туда-сюда булдыхали. Вверх-вниз. Следовательно, цена пришла сейчас на отметку 912,5. Вчера мы инвестиции по Северстали закрыли. Вот, поэтому, как говорится, по крайней мере, на нашем канале, официально инвестиция, она уже закрыта. Там, как бы, кто покупал 860, 70, 80, 90, просто они уже, как говорится, свою прибыль сорвали. Дальше уже по Северсталь пока перспектива бряшек низких дней пока непонятна. Но в чем факт. Пока ее, видите, сливает, она выходит в отрицательное значение. Плюс в чем еще аспект. Смотрите. Лукойлу сегодня вышел мегаотчет о том, что чистая прибыль Лукойла по МСФО за 9 месяцев составила 520 миллиардов рублей против 460 миллиардов рублей годом ранее. В чем факт. Если бы не было навеса этой дурацкой ребалансировки по МСФО, то сейчас Лукойл улетел бы просто вверх. И тем более сейчас такой аспект тоже есть по биржевому стакану. Видите, плита сейчас поставлена на, ну, как говорится, опять продажу. То есть маркетмейкер только поставил на продажу, в принципе, выкупает. Но и при этом сейчас у него противовес есть непосредственно боков. Пока просто, понимаете, в чем факт. С Лукойла тоже бы какую-то сумму денег сливать в ближайшем будущем. Поэтому его рыночная сна может быть немного скорректирована. Но не особо если, потому что я сегодня тоже, пока занимался своими делами, ну, грубо говоря, пока я вот домой ехал сейчас, я в интернете прочитал, потому что там скоро будут тоже такие определенные распродажи по Лукойлу. Вот. Но, но, все равно это никак не отрицает красную рыночную цену Лукойла в размере 7-7,5 тысяч рублей за акцию. Потому что с учетом байбеков, с учетом того, что див политика у нее просто радикально не заменилась. То есть прям радикальное повышение дивидендов начинается сейчас. А, кстати говоря, смотрите, это было, это был ненавес. Это реально было, на покупку стоит. Стояла на покупку прод... Ээээ, плита вот эта. Реально покупка была. Это хорошо. Кстати говоря, тоже убрали сейчас плиту. Смотрю, одну из... Ну, это позитив. Позитив в том аспекте, то, что... То, что... Еще раз, дивиденды увеличились. Байбеки полным входом в Лукойле. И поэтому красная цена, я думаю, даже не удивлюсь, если красная цена по Лукойлу придет в скором времени на 7 тысяч. Поэтому даже лично я сейчас смотрю какие-либо точки входа в Лукойл. Опять же, не в инвест-часть, а непосредственно спекулятивную. Потому что я Лукойл сейчас, вот на текущий момент времени, я ее в инвестиционную часть не рассматриваю никак. Почему? Потому что в скором будущем можно будет купить Лукойл намного дешевле. Может даже по отметке там, не знаю, 3,5 тысячи, если повезет. Потому что... Ну, потому что вот будет оно так скоро. Потому что вот приходит время того момента, как говорится, чтобы рынки хорошенько скорректировались. Потому что это надувание пузыря уже не может больше продолжаться. Опять же, не наш пузырь российского рынка. У нас пузыря нет никакого на российском рынке. Это пузырь американский. Но когда пузырь американский лопнет, то и мы пойдем тоже в коррекцию. Конкретно тоже. Например, если они упадут на 50%, мы упадем процентов на 20. И вот на этих отметках, думаю, тоже где-то можем будет покупать Лукойл. Может там по 4,5 тысячи. Может там по 4 тысячи. Может, если там повезет, по 3,5 дадут. Как бы жизнь покажет. Время покажет. Вот. Но пока в Лукойл я в принципе не лезу. Так как меня пока смущает ее околоперекупленность. Небольшая. Вот. Ну и слив денег в ближайшем будущем с нее гарантирован. То есть уже новость такая вышла. Поэтому, когда сегодня исчезнет навес этой дурацкой ребалансировки, я думаю, рынки, вот наш рынок, да, РТС, МВБ, все равно какая-то коррекция по ним должна быть. Вот такая волнообразная. Вот видите, еще гэпы остались там по РТС и по ММВБ. Какая-то коррекция все равно должна быть в любом случае. Потому что перекупленность надо снимать. Это, видите, это был РТС. И вот та же самая ситуация по ММВБ. Поэтому, как говорится, пока особо такие в дикие лонги лезть не стоит. Плюс я еще раз говорю, и повторюсь еще раз. Сохраните 50% капитала под подушкой. Они вам реально скоро пригодятся. 50% имеется в виду либо в ОФЗ, либо где-нибудь в валюте, я не знаю, что вам больше импонирует. Либо вклад в банки, либо где-то еще. То, что вам ближе, там и храните. И поэтому лучше, как говорится, подстраховаться сейчас на ближайшую перспективу. Потому что ближайшие перспективы фондовых рынков, они очень сильно туманны. То есть, как американцы зададут фон, по такому фону мы и мы лично плясать и будем. Как бы говоря, это необходимо понимать. Еще меня спрашивают сегодня по поводу Роснефти. Смотрите, Роснефть я бы хотел усреднить на отметке 434 на закрытие вот этого ГЭПа. К примеру говоря, почему? Потому что я сейчас вижу инициативу покупателей по этому имитенту. Она очень сильная. Она не слабая. Видите, трендовые линии проходят. Ее сразу же выкупают. В Газпроме, к примеру, та же самая ситуация. Даже ГЭП не дают закрыть. На 248. Покупатели сильные. Очень. Пипецки сильные. В Газпроме. В этом Роснефти. Единственное, где покупатель слабый, это в металлургах. По большому счету. Но вот в нефтегазовом секторе они очень сильные. Поэтому Роснефть я планирую усредить по 434. Вот. Но пока, в принципе, я держу те 5%, какие они есть. И особо я, как говорится, не дергаюсь, так как я неоднократно говорил, что я захеджировал свой спекулятивный портфель непосредственно долларом. И сейчас, по сути, определенные просадки доллар перекрывает. То есть я об этом тоже писал в Телеграме. Я на прямом эфире тоже об этом говорил. И в определенных тоже видеороликах. Так что такое определенное хеджирование, оно, как говорится, вот на живом примере вам говорят, что оно помогает. Действительно помогает. И когда просадки в портфеле наступают, доллар он, как правило, перекрывает. Потому что я все-таки, все-таки, тут необходимо к любой стратегии приходить очень грамотно. То есть прям не как тактика, а как стратег. Поэтому подытожим. Скажу еще раз, что по Фос Агро я вообще не дергаюсь. Потому что эта компания в скором времени будет стоить и 4, и 4,5, а то и 5 тысяч рублей за акцию. Просто необходимо ее держать, держать и еще раз держать. И получать тут тупо, получать дивиденды. Далее, по Лукоилу, думаю, все понятно. На вес ребалансировки, там еще дальше будет какой-то слив процента в скором времени. Поэтому пока я считаю, это тоже нерентабельно. Далее, ребалансировка МСССР сегодня пройдет. Но коррекция по фондовым рынкам, по крайней мере, по нашим рынкам, должна какая-то еще локальная коррекция продолжиться. Локальная, не обвал, как сейчас некоторые это говорят, не обвал, а локальная коррекция. Локальная в порядке там 5-6%. Но сейчас от максимума по ММВБ мы, как говорится, скорректируемся на 2,5%, еще, к примеру, по проценту 2,5-3 не помешало бы коррекцию увидеть. Поэтому, как говорится, лонги, где можно держать спокойно? Инвестиционные лонги. Это Газпром, к примеру говоря. Фосагра. Ну и пока, думаю, все. Потому что именно эти две компании, они вот, на мой взгляд, наиболее привлекательны, респектабельны и перспективны. Остальные наши лонги, они, по сути, спекулятивны. Та же самая Роснефть. Ну и у кого остался Северсталь, ну там уже сами смотрите, где вы будете его сливать. Потому что, я еще раз говорю, вчера Невецидею мы на канале с вами завершили уже по Северстале. Поэтому, как говорится, если вас прибыль не удовлетворяет по Северстале, можете держать и дальше. Если вас удовлетворяет прибыль, и вы подсчитываете все риски по этому имитенту, то можете акцию сливать. По сути, я склоняюсь больше ко второму варианту. Риски рассчитал, как говорится, прибыль удовлетворила. Ну, тем более, что у нас целевые цифры были не там 1100, не 1200, а в пределах там 900 рублей. К этим отметкам подошли, и НСД все-таки пришлось непосредственно свернуть именно из-за сегодняшнего, как говорится, дня в первую очередь. Вот. В принципе, на этом все. Чуть попозже я сниму обучающий ролик по техническому анализу. Там паттерны, формации и прочее непосредственно по сайту TradingView. Поэтому благодарю за внимание и подписывайтесь на наш канал. Также у нас есть телеграм-канал, непосредственно вы можете спокойно забить ссылку в телеграм-канале Stockfucker в поисковике. И выйдет вот этот Саймонов биржевик, официальный телеграм-канал, где у нас более 2400 человек. 2486 человек сейчас на текущий момент времени. Наш официальный телеграм-канал. Не всякие там боты и прочее, а именно наш телеграм-канал официальный. Тут тоже у нас пустятся новости, обзоры, аналитика и прочие аспекты по фондовому рынку и рынку акций. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.